МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Васвятая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Рекордный караван на Мазырске НПЗ доставили буйногабаритный груз для нового комплекса. Усе на суботник у Гомері пройшла гульноградская акция по доброму парадкованне. Двойное счастье в іншаванні з нем маті отрымали жанчыны, які она радзіли двайняток. Золотая восінь. Гэтый працонный тыдзень порадую теплым і сухим натвор'ям. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. У Беларусі зробять усе для захавання адзінства унутри народа і царквы. Аб гэтым президент Александр Лукашенко заявіў на сустрэчы з членами свящэнных синодоў Рускай і Беларускай православнаў цэркваў. А крамя таго, керавник дзержавы, пахутарыв асабіста, з патріархам масковскім і ўсяя Русі Кирылам. І выказаў свае меркавання на конд непростай сітуацій ў православ'е, падкрэслившы, што раскол гэта заусёды дрэнна. Вы должны знать непокалібімую госадарственную позицію нашу в том, што раскол – это всегда плохо. І это плахіе паследція. Это опасне всього. Паэтаму мы очэн болезненно атносімся к тому, што праисходит сьогодні в православ'иў. Мир, владыка, вы это чувствуете не менше мене, а може даже більше, серцем своім воспринимаете душевно. Мир изменился. Мало того, што он ускорился, он изменился не к лучшему. І это уже заложники всў населения нашей планеты. Это прежде што плохое настроение. А настроение – это ответственность всегда была церкви. Паэтаму это бьет прежде всего по церкви, по служителям церкви. І я хочу пожелать вам мудрости и терпения, вам, всем иерархам нашей церкви. У Беларусі у державы и церквы склалися партнерскіе односіны. Інициативы светской улады накераваны на оборону і заховання традиційных каштоўностів, патрымання миру і згоды. На першы план выходзіць і обороны инстыту сям'ї, выхавання патриотызму, па вагады історые. Непарушная основа і життя Україні застаецца згода паміж верникамі. Даречу, у Беларусі знаходзіць агульную мову працтаўнікі 25 релігійных конфесій. Чарговый крок да реалізація самага масштабнага праекта ў історіі Мазырскага нафтаперапрацывчага завода. Сюды даставілі буйногабарытных груз, ёмістості часовага заховання каталізатора. Яны празначаны для комплексу гідрокрэкінгу тяжких нафтавых решткаў. Першым трапець на стоянку лі завода груз праехав сотні кілометраў па пяці областях Беларусі. Толькі на транспорціровку з Клайпіды до Мазырас патрэбілася 10 сутак. Гігантскі караван з магутных тягачоў і машын суправаджэння прыбыў ў Беларусь з Литвы. Бага кожнага аутотягніка каля 150 тонн. Деаметр ёмістостіў каля 7 метраў. Па сукупнасті параметраў гэтаю грузоперавоску можна назваць рекордной для ўсёй краіны. Праўтгадненні маршрута улічываліся дзісяткі деталяв. От якості дорожного покрытия до інженерних збудованьў і вишени линии електроперадач. Те ёмкості, які, те апараты, які вы сьогодні увидели, це крупногабаритне оборудування, которое изготовлено итальянськой компанией СИЧИС і поставлено сюда для дальнішого монтажа непосредственно на установке гидрокрекінга тяжёлых нефтіных остатков. Італьянські партнёры поставілі ўже 14-16 ёмістостіў для сістымы. Будавніство ўсяго комплексу абыдзецца нафтоперапрацовщакам большім у мільярд доларав. Гэты инвестиційны праект называюць самым дорогім на прадприємстві. Нагадаем, работы на комплексі «Эйдж-Ойл» распачаліся ў 2014-м годі. Головная мета – повялічыць глибіню перапрацовкі нафты с 75 до 90% і нарастіць абйомы выпуску дызельного паліва і вакуумного газуэлю. Пры гэтыму зрасти адбор светлых нафтопродуктаў, знісіцца вытворчыць мазуту. Зараз на ўсіх аб'єктах комплексу вядзецца монтаж абсталявання. Кастрычнік – месец добраупарадкавання. У Гомелі прайшоў агульноградскі субботнік. Работы вяліся ва ўсіх районах. У іх прынялі ўдзел работнікі прадприємству і роганізацію горада, а так само прадставнікі улады. Гомельчане наводзіли парадок ў парках і скверах, прыбіралі лість і збіралі смеці паблізу водайомаў і саджалі древы. У зоні отпочинку пруды Новобелецкага района прапіску атрымалі 47 молодых вербаў. У нас уже очень скоро буде большой такой форум, белорусско-український, первый форум регіонам, с участием главгосударств. Конечно, как і все нормальні хазяева, мы стараемся подготовити город, прибрати його, навести порядок, щоб перед гостями нам було не стыдно. Поэтому вот объявлен субботник. Я проехал по городу, посмотрел, доволіно активно работаю наші горожані. Хочу їх поблагодарити за це. Правісті выходны дзень на природзі і з корыстю можна будзе і ў наступную суботу. 20-га Кастрычніка ў Гомельскай в області, як і па ўсёй країні, пройдзе акція «Чыстый лес». Стать їе ўдзельнікам може кожны. Для гэтага трэба звернуцца ў лясніцтва. Добрахвотнікова обіцают забяспечыць необходным інвентаром. Дарэчу, минулым годзі акцію падтрымалі больш як 35 тыс. чалавек. 829 дзён. Выстава, присвячанная 75-годзю вызваління Гомеля, адкрылась ў центральнае часцы Палацу Румянцвых і Паскевичаў. 150 экспаната ўрасповідаюць пражыць ў города ўперы ад фашыстской окупаціі. Па офіційных дадзіных за гэты час ворогі знішчили 30 тыс. гомельчан. При гэтым не на адзін дзень жухары города не здаваліся і протягувалі супрацюління. Асобнае місце ў экспазіцій займае трагедыя лагера для савецкіх военнопалонных Дулах-121. Усі гады окупацій канцлагір знаходзіўся ў самым центры Гомеля. За гэты часу ім загінула не менш як 110 тыс. чалавек. Для знішчэня вязню працавалі пяць перасоўных краматореў і печы цаглянага завода. Савецкі солдаты, які ўайшлі ў Гомелю, бачылі жудасную картіну. Центр города мальцалкам був разбураний. Даже чрезвычайна комісія, котря работала в Гомеле післе освобождения ўже в 44-м году, она тільки примерны цифры може сказати. Нашли эти захоронения, места расстрелов. Це дзвіттєнна страшні кадры і страшні цифры. В Гомеле було 4 єврецьких гетто, де були заключені в основном жіншіни, діти і старіки. І фактически всі вони, 4 тисячі чалавек, були убиті. І Дулах, той же самий, 121, он був уничтожен. Тех, кого не угнали в другі лагеря, умерли там же. Наш Гомель стёрли з лица земли фактически на 80%. Чорно-белые здымки, речі з лагеріва і наполонних і рідкі документы будуть представлені на выставі до 26-го листопада, дня вызволення Гомеля. Більш як 40 установ середній спіціяльній і профісійно-технічній аддукації проняли в дзелу в Осінськім кірмаші, які прайшов у минулую суботу у Гомелі. Гандліві рады растягнулися па проспекці Перамогі ад буліці Кірова до площу Паустання. Свої товары продставили коледжі і ліцеї з усій в області у Тымліку 16 гомельських. Мебля, кухонная приналежність, швейная і кулинарная продукція, гародні на зуласних участках. Усім гэтым білі рады поділіться установою едукації. У совізі з багатым раджаєм садові всі літня тема кірмашу – яблочний фест. Каждый год ми выбираємо определенну тематику, в якій все учріжжжя образовання оформляють в свої міста. В цьому гаду тематика – яблочний фест. Для учріжжжя образовання в пользу идет, во-первых, це вирішка, реалізація продукції, але кроме матеріальної вигоди є вигодна профоріційна робота. Це обмін опытом, тому що нечасто знімаюся зробити зуб'яки, зробити, які нові зробити в других організації зробити. Беруть мелочі, беруть, в основному, розділочні доски, лопаточки беруть, інтересуються мангалами, скам'яечки, все, що для дачи, для буту. Ми аналізуємо ринок, і тому стараємося максимально зробити зробити те, що потрібні людям. Ну і торгуєм как можно дешевле, для того, чтобы и нам было прибыльно, и народ, город Гомель, повеселить, что-то люди пришли, приобрели. Специалисты кажут, что бачать в подобных мероприемствах одразу некольки плюсов. Это экономичный эффект, профессийная ориентация и прационная занятость наученцев. До речи, концертную программу так само подрихтовали установы эдукации, творческие коллективы педагогичных колледжи в области. У Гомельской области сёння распочалась регистрация на первый этап репетиционного тестирования. Паудельничать пропонуется у шести ВНУ. Первые предметы можно будет сдать 17 листопада. До речи, с этого года в Беларуси увидены новый вид репетиционного тестирования – дистанционное. Оно позволяет бесплатно пройти онлайн-испыт на сайте Республиканского института контроля ведов по 15 предметах с наступным разбором задания. На переддне Беларуси 23-й раз зазначила День Мати. Святочные мероприемства проходили на протягу сяго-минулого тыдня. У Гомеля со святом повиншовали и женщин, которые селета народили – двойняток. Зъява гэта довольно редкая. В нашем регионе таких мам с початку года зъявилося 56. Протяг пяшчотной темы – у наступном сюжете. Моё солнышко, котёнок, такая девочка серьёзная, такая моя рыбка золотая. В шарговый раз Лилия выросила стать мамой и не мерковала, что на свет з'явится одразу двое. Ни по ей родовой линии, ни по линии мужа двойняты николи не нарожалися. А Лена суперок законом янытаки. Три месяца тому у семьи Московкиных з'явились Катя и Захар. Вообще сюрприз. Когда я пришла на УЗИ, да, и мне сразу врач-УЗИ поставила вот этот аппарат на живот и спрашивает, а у вас в роду были двойни? Я говорю, нет, ну вы, наверное, шутите. Я же понимала уже, к чему этот вопрос. Ну, в детстве, когда совсем маленькая была, я всегда говорила, что у меня будет много детей. Сёня у Лилии шастёра детей. При этом двойняты, ксюродых, одразу две пары. Старышей, Коля и Ягор подобные не только знішня. Один стыль у вопрцы и одно захопленье на двоих. У якости подарунка до Дня Мати хлопчики подрыхтовали музычный номер. Обычно мы вместе что-то думаем, предлагаем что-то. Я, как всегда, буду делать каких-нибудь таких цветов красивых. У наступного года Лилию проставить отодержавную знагороды у ордена Мати. А напереды Дни Свята запросили на урочистое урушение по свечению об нарожении молодших детей. У Гомеля таким чином вырешили означать женщин, які сёлита, народили двойняток. Ой, нам сначала говорили двое, потом один, потом опять двое. Мы всегда переживали. Мы надеялись, что у нас всё-таки будет двойня. И хотели двойню. В уголе статисты к нарожальности двойняток закономерностю немая. Однако за пошние десяти годы означались и пиковые часы. Для Гомельской в области таким периодом был 2015 год. Дарыш и летость мамами двойняток стали 1099 белорусок. А вось тройнятки з'явилися на свет у сего у шастнадцати женщин. Ганна Ковалева, Вольга Коновалова, телерадиокампания «Гомель» при поддержке АТН. Кастричник протягивает радовать с теплыми и сухими днями. По прогнозам синоптика у бабина лето протримается до конца прационного тыдня. До выходных дождей не чекается, однако заховаются ранешние туманы. В день они рассеются, а по ветру прогреется до 19 градусов. Ночи так само будут незвычайно теплыми для этой поры года – до плюс десяти. Температура поедет на снижение с пятницы. Это и так само иншая новинка вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tevergomil.by. На этом выпуск завершен. Удачи вам вечера и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Более полутонны спирта сомнительного качества хранила гомельчанка на своем подворье. Однако до конечного потребителя горючая жидкость так и не дошла. В гости к женщине нежданно нагрянули оперативники уголовного розыска УВД и сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Гомельского районного отдела внутренних дел. Милиционеры обладали оперативной информацией о том, что 60-летняя жительница Гомеля хранит крупную партию спиртосодержащего контрафакта. Несколько лет назад она уже привлекалась к административной ответственности за незаконную транспортировку непищевого этилового спирта из Российской Федерации в Беларусь. Но тогда количество спиртного измерялось несколькими десятками литров. На этот раз партия оказалась куда более объемной. В коде проведения осмотра на мовладение было найдено более 50 10-литровых пластиковых канистр, а также другие емкости со спиртом. Общий объем изъятого контрафакта составил 565 литров. Материалы проверки направлены в налоговую инспекцию. А вот обнаружить другой дурман, в который раз помогла милицейская собака Дора. В пятницу вечером сотрудники милиции патрулировали улицы Мозыря вместе с четвероногим сотрудником. Овчарка обратила внимание на проходящего мимо мужчину. Подойдя к нему, присела и стала лапой показывать на штанину. Милиционеры провели досмотр. Действительно, Мозырянин 1982 года рождения хранил в кармане два свертка с веществом темно-коричневого цвета. Экспертиза показала, что изъятое вещество гашиш массой по одному грамму. По факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело. Напомним, неделю назад Дора нашла наркотики в кармане у минчанина. На территории Гомельской области за прошедшие дни зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека получили травмы. В субботу 30-летний водитель в Гомеле, управляя автомобилем Митсубиси «Каризма» на Реческом проспекте, совершил столкновение с автомобилем «Мерседес-Бенц», который двигался во встречном направлении. Митсубиси выбросил на остановившийся БМВ, который в свою очередь наехал на стоявший позади автомобиль «Додж-караван». А в Добружском районе 37-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, на «Аудио-80» съехал в кювет и опрокинулся. Госавтоинспекция проводит проверку. В обоих случаях телесное повреждение в ДТП получили пассажиры. Если в первом случае водитель не убедился в безопасности своего манёра, то во втором случае водитель неправильно выбрал скорость и опрокинулся. К тому же не имел водительского удостоверения. Сегодня утром спасатели ликвидировали пожар в Добруше. По прибытию к месту вызова из-под кровли деревянного одноэтажного жилого дома шёл густой дым. Хозяин 1992 года рождения проживал один. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в горящей комнате в бессознательном состоянии спасателями был обнаружен хозяин домовладения. Мужчина был передан работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми была констатирована его смерть. Причина пожара устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнём при курении. И в завершении о неудачном способе добиться расположения жены. Супруга 49-летнего гомельчанина давно мечтала о французском бульдоге. Мужчина наконец-таки решился на подарок, но сделал это противоправным способом, украв привязанного поводком пса у крыльца одного из магазинов по улице Свиридова. Заявление о краже собаки породы мопс было подано в конце сентября, а в минувшую субботу похитителя задержали. Мужчина не стал отопираться и, признавшись в краже собаки, пожаловался милиционерам, что сюрприз всё равно не удался. Он ошибочно принял мопса за французского бульдога. Теперь у жены есть все шансы узнать о новом сюрпризе – возбуждении уголовного дела в отношении благоверного. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилёв. Благодарю за внимание. До свидания. На Белоруссии Терегомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В Минске завершился международный турнир по боксу в памяти героя Советского Союза Виктора Ливенцева. Напомним, в соревнованиях приняло участие около 200 спортсменов из 19 стран. Поединки проходили во дворце спорта «Уручи», где в следующем году состоится боксерский турнир вторых европейских игр. Воспитанники Гомельской школы бокса в очередной раз подтвердили свой высокий класс. В копилке наших спортсменов 10 наград из 17 завоеванных белорусами. Бронза у Андрея Мельникова, Вадима Панкова, Анастасии Обушенковой и Алины Вебер. Вторыми в своих категориях стали Александр Халаев, Юлия Апанасович, Галина Бруевич, Виктория Кебикова и Антонина Аксенова. А Владислав Смягликов и вовсе сумел подняться на высшую ступень пьедестала, одолев финале боксера из Англии. В Гомеле завершился четвертый открытый областной турнир по дзюдо. Соревнования проходили на территории с дюшоргом Сельмаш. В них приняли участие почти 400 ребят, которые были разделены на 9 весовых категорий. Турнир не является отборочным. Задача организаторов – посмотреть навыки и способности юных спортсменов для будущих стартов. Возможность прекрасная, учитывая большой состав участников. Многие приехали из-за рубежа. Россия, Украина и Латвия уже заявлялись и ранее на турнир. А вот представители Франции здесь впервые. В этом году проходила спартакеада школьников. Очень много победителей и призеров данных соревнований борются сегодня. И показывают довольно неплохой результат. Сильная команда из Киева, команда Украины. Впрочем, разбавили, наверное, победители и призеры, разбавили из всех регионов. Как ближнего, так и дальнего зарубежья. По итогам соревнований больше всего наград у воспитанников с дюшоргом Сельмаш. Гомельский локомотив прервал неудачную серию в первой лиге чемпионата страны по футболу. В минувшие выходные состоялась полеская дерби, в котором железнодорожники переиграли жидковический ЮАЗ. Счет в матче был открыт на 14-й минуте, отличился Козловский. Под занавес первого тайма зрители в течение минуты увидели два взятия ворот. Сначала голым отметился Шрейтер, который ранее выступал за локомотив. Однако сразу же Марков вновь вывел хозяев вперед. По истечению часа игры гомельчанам удалось упрочить свое преимущество. На этот раз результативный удар на счету Лавренчука. Для игрока матч стал юбилейным 250-м в первой лиге. Локомотив побеждает и сохраняет за собой седьмую строчку в турнирной таблице. Нам эта победа нужна была в первую очередь в плане психологии. Три неудачных игры, скажем так, по результату. Сегодня выиграли молодцы ребята. А по игре, опять же, мы сами себе придумываем неприятности на ровном месте. И реализация момента. В принципе, ребята меня доволен сегодня. Установку они выполнили. Самое главное, опять же, повторюсь, что мы выиграем. Поздравляю соперника с заслуженной победой. Лично я недоволен игрой своих ребят. Ничего не получалось. Поэтому игра безобразная. Заслуженная победа локомотива. Гомельская надежда удачно стартовала в новом сезоне чемпионата страны по волейболу в дивизионе «Б». Первые игры прошли против Минского Ргуора. Гомельчанки начали очень уверенно и сразу же завладели преимуществом на игровой площадке. Буквально со стартовых минут стало понятно, что интриги в этом противостоянии не получится. В итоге более чем уверенная победа во всех трех партиях. Практически аналогичную картину можно было наблюдать и на следующий день. Надежда вновь сильнее 3-0. Второй тур команда проведет на выезде 27 и 28 октября. Соперником будет барановический «Атлант». На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Оставайтесь на «Беларусь-4».